Двор Тургенева, 25, в Симферополе. Собравшиеся жильцы возмущенно взирают на, казалось бы, ничем не примечательную трубу. Это сегодня здесь салатки и хомуты, но совсем недавно из нее хлистала кипящая вода. Обращались в ГУП Теплокоммунэнерго. Обращались уже с 17-го года. Обращались в нашу управляющую компанию. Накопилось уже кипа бумаг с отписками. Каждый раз коммунальщики обещают починить трубу в кратчайшие сроки. Маньяна. Переводится с испанского буквально как «завтра». Это не просто позиция, это целая жизненная философия. Но то, что возможно для простого обывателя, совершенно недопустимо для сотрудника коммунальной службы. Людей возмущает то, что прохудившийся водовод не имеет к дому никакого отношения. Магистраль транзитная и достаточно старая. Металл не выдерживает давления лет, крошится и трескается. Чужая поломка стала насущной проблемой жильцов дома. Вода, это куда она может идти? Она идет, конечно, к нам в подвал. Она идет к нам в подвал. Вода горячая, попадает под фундамент. В подвале высокая влажность, воздух тяжелый. Транзитные трубы, проходящие по домам, тоже требуют замены. Из-за течи пришлось подставлять ведра. Сейчас трубы отключены, котельная стоит на ремонте, поэтому мы вот ждем, что нам отремонтируют. Нам сказали, что с 15 июля будет произведен ремонт. Прошло больше двух недель, а труба по-прежнему протекает. На все вопросы коммунальщики отвечают. Готовимся. Есть пока труба, дальше расходные материалы. Расходный материал пока не имеется. Ну, готовимся, но все же сразу. У нас в данный момент идет замена оборудования основного. И, казалось бы, вот она, финишная черта ремонтного вопроса. Завезли трубы. Но, несмотря на наличие материала, этому делу буквально перекрыли кислород. Нам сказали, что в связи с отсутствием материалов, конкретно это баллоны кислородные для сварки, не могут произведены быть работы. Сотрудники коммунальных служб, тем не менее, настаивают на том, что весь расходный материал будет собран в срок. Всему своя очередь. Ремонт будет выполнен и будет... Ремонтной работы идут на планов и согласно графикам. Даже если на сегодняшний момент чего-то из материалов для проведения конкретной работы нет, то к этому времени комплектация материала будет полном объем. Проблема сроком в два года все еще ожидает своего решения. Жители дома с тревогой размышляют, что же произойдет раньше. Обещанный ремонт или очередная авария зальет подвал кипятком? Без ответа остается и главный вопрос. Когда уже наступит очередное завтра?